друзья сегодня у нас 17 марта сегодня перевозим наши мобильные курятники на пастбище вот этот первый у нас с курами а завтра к нам приходит новая стая 500 кур и соответственно они пойдут в освободившийся курятник в этом году у нас очень снежная весна и в принципе зима очень морозная и снежная поэтому пастбищный сезон начался чуть позже чем в прошлом году в прошлом году уже с 15 марта были на пастбище ну конечно травы там еще не было у нас трава в принципе начинает расти обычно это в первой декаде апреля но в этом году была утепель небольшая непродолжительная феврале и первая зеленая травка появилась уже в первой декаде февраля но потом пошли снега снега морозы и как бы процесс остановился вот сейчас только-только растаял снег еще вчера позавчера позавчера все было закрыто снегом в принципе по горам видно еще а на пастбище уже все растаяло сейчас будем заводить в загон курочки уже рвутся бой на пастбище вот как раз зеленое пятно видно это прошлогоднее место стоянки курятника на этом загоне ну и соответственно дальше там где-то там можно разглядеть кое-где там зелененькие пятнышки постепенно будем двигаться и разница в росте травы будет существенно больше это как раз есть положительный эффект от присутствия животных на траве их помет помимо того что они оказывают воздействие управляющие на травостой они еще и удобряют ну конечно нужно очень аккуратно быть чтобы не переборщить с избыточным количеством помета в одном и том же месте поэтому мы стараемся по мере движения по пастбищу и по мере прохождения очередного круга чуть-чуть сдвигаться в сторону в право или влево от предыдущего места стоянки чтобы более равномерно распределить помет по каждому да да сразу начали копать возле теплицы они уже все там исследовали достали всех жуков таких только возможно вот а здесь у них новая земля хоть немножко зеленой травки ну и соответственно возможность искать насекомых пока трава не стала основным способом развлечения и дополнительного питания наши кормушки думаю все уже их видели принципе дизайн простой единство что вот за счет того что длина очень большая она такая вот гибкая получается и поэтому требует ремонта сейчас когда придет новая стая мы хотим пересмотреть немного дизайн кормушек сделать их два раза короче просто разделив на две составные части и соединив их в серию параллельно они вдоль основной оси вот и соответственно это будет удобнее для переноски и меньше нужно будет времени уделять обслуживанию что при перемещении они все-таки постепенно повреждаются и изнашиваются сегодня нас 18 марта во второй половине дня к нам приходит новая стая сейчас мы перевозим 2 мобильный курятник который мы сегодня закончили полностью его подготовку почистили сделали вот такие вот специальные устройства назначение их вы увидите из последующих видео и сейчас нам осталось провести обработку компостным экстрактом для того чтобы новая стая не контактировала с микробиологии предыдущей стаи и соответственно чтобы снизить риск перекрестного какого-нибудь заражения и плюс как вы видите мы еще пока что не восстановили погода еще не позволяет у нас только-только растаяли снега еще сегодня дочь был тоже будет веселое приключение забрать кур будем газ 66 для этого использовать а этот как раз пришла пленка сейчас будем монтировать пленку в один слой и пришел рулон материала фиксирующего которым мы будем прижимать пленку к каркасу то есть это дополнительная она не предполагается по конструкции вот мы когда у нас порвало мы использовали вот эти вот ленты это ленты изначально предназначен для фиксации бокового проветривания чтобы ветер его не поднимал вот и сейчас мы хотим вот именно также потом поверх пройтись по всей теплице для того чтобы дополнительная подстраховка от возможных проблем с последующими ветрами в этом году у нас уже погода во многом нас удивило как раз вот эти вот мы сделали устройство на мобильном курятники сначала сделались дерево но первая же ночь с ветром нам показала что наше дерево совершенно не подходит под эти цели потому что там сучки и соответственно эти устройства используются для бокового притенения то есть вы увидите как это выглядит в последующих видео когда мы соберем уже полностью конструкция наша собрана просто на для транспортировки чтобы на ответе едет мобильный курятник и цепляется за деревья чтобы не порвать нашу сетку вот мы сделали это съемным также сделали съемными эти устройства для того чтобы в случае сильного ветра тоже не было никаких проблем ушел от деревянные крылья не выдержали тестирование нашим даже не самым сильным ветром там может быть семь восемь метров в секунду было и в местах где сучки там получился перелом то есть из 6 ребер сломалось 4 так что сейчас мы поставили металл и поверх уже будет крепиться дерево вот таким вот образом перемещается мобильные курятники даже на дальнее расстояние в том числе и с находящимися там курами то есть трактор 22 лошадиные силы спокойно перемещает такой курятник он сам по себе весит только в металле 1800 килограмм плюс куры когда они взрослые если там их 450 то соответственно это два килограмма как минимум то есть это еще 900 килограмм плюсом то есть это 2 2 700 ну почти три тонны и вот мобильный курятник легко перемещается даже как вы видите дорога у нас сейчас не самое лучшее но мы спокойно едем нашли нашли чё поесть нашли любят кукурузу ну-ка брысят сюда а